Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Даша. И в сегодняшнем видео будет обзор на журнал Burda Extra за март 2021 года. Это журнал, в котором выходят выкройки от самых маленьких XS до XXXL. То есть каждая модель может быть отшита как в стандартных размерах, так и в размерах Plus Size. И это очень большой плюс в сравнении с журналом Burda Style. Женщины не делят на стандартных и размеры Plus, поэтому все выкройки, которые вы увидите, вы можете отшить на свой размер. Но также этот журнал очень сильно хромает в стилистическом плане, в плане выбора ткани, в плане выбора образа для модели. И фотографии отсняты просто в условиях студийной съемки. Нет в этом журнале какой-то нотки изысканности, моды, стиля, чтобы подсмотреть, чтобы вдохновиться. Как я смотрю, например, журналы Burda Style. Это журнал, в котором я смотрю чисто технические рисунки и, в принципе, оцениваю их, а не готовые изделия. И начнем, пожалуй, с платья. Необычно это платье тем, что шьется из трикотажа. Предлагается выполнить это платье из тонкого полупрозрачного трикотажа. Здесь сочетается, в принципе, несколько трендов грядущего сезона. Это драпировки, это полупрозрачность тканей. Для этого изделия будет необходимо нижнее платье. Предлагается шить платье майку или платье на бретельках. Соответственно, тоже трикотажное. У платьевообразный вырез и достаточно широкая А-образная юбка. Драпировки очень красиво смотрятся на этом платье. Опять же, если смотреть на технический рисунок и не обращать внимания на выбор тканей. Ну вот, например, топ в таком же исполнении. По техническому рисунку мы видим, что эти изделия достаточно похожи. И уже топ, например, это единственное изделие, которое мне очень сильно понравилось в этом журнале этого месяца. И исполнение в ткани красивое. И сам по себе топ очень носибельный. Очень такой вписываемый в любой гардероб, в принципе. Здесь и ткань уже более плотная. Не нужно надевать ничего под низ. Даже если вы хотите шить ткань из более тонкого трикотажа полупрозрачного, можно просто надеть топ вниз. И это тоже будет модно. Необычная блузка с рукавом реглан с застежкой имитации застежки на планку. Интересная модель. Такая тоже базовая. Ее можно отшить в нескольких цветах. Мне кажется, также ее можно использовать без планки. Просто удачная модель с рукавом реглан. Также его можно спокойно брать и моделировать в какие-то А-образные платья с рукавом реглан. Рукав реглан вообще это тот рукав, который лучше всего взять где-нибудь из готовой выкройки, перемоделировав основу. Но именно рукав реглан сложнее всего строить. Поэтому я такие выкройки на самом деле люблю. Люблю, чтобы они были у меня в наличии. Раз хочется сшить какое-то изделие с рукавом реглан, а если это еще и блузка, ее очень легко моделировать в какие-то более модные фасоны платьев или более модные фасоны блузок. Но и как это изделие тоже смотрится хорошо. И хорошо впишется в гардероб весна-лето. Вариант и офисный, и прогулочный. Для тех, кому надоели обычные блузки, то этот вариант с планкой достаточно интересный. Классические брюки прямого кроя с завышенной линией талии на 2 см. Здесь талия завышена. Совершенно обычные брюки со стрелкой. Здесь интересно получается, что поясок на такой шнурочек. Но когда я смотрю на отшитое изделие, мне кажется, что выкройка не очень удачная, потому как стрелка, которая должна идти в принципе прямо по ноге, она на линии бедра сильно натянута на ноги. То есть получается, что брюки достаточно узкие в ногах. Именно в бедренной части ноги. Такая проблема видна и на отшитом на стандартный размер фигуры брюки. Также видна такая проблема на размере плюс сайз. А это говорит о многом. Если двое брючин отшиты так, то скорее всего эта выкройка будет именно так на вас и выглядеть. Только если у вас, например, не очень худенькие ножки сверху. Обязательно сшить макет для такого изделия. Возможно понадобится ткань именно с эластаном. Если вам такой эффект в принципе нравится, то почему бы нет? Но мне кажется, что это все-таки косяк выкройки и косяк лекала, потому как выглядит это не очень красиво, не очень понятно, что стрелка вообще исходит откуда-то из коленки, потому что здесь она просто натянута сверху. Платье с застежкой на молнию. Также здесь есть воротничок, стойка пата, застегивающая этот воротничок. И очень красивые рельефные швы. И застежка молнии идет не полностью в подол изделия, а доходит до середины. Это платье я стала рассматривать именно на техническом рисунке, потому что на отшитой модели, на такой пестрой ткани, практически не видно всей красоты рельефных швов. И пад не видно, не видно молний. А на самом деле изделие интересное, и в качестве основы для какого-либо платья-футляра можно его рассматривать. Я бы порекомендовала взять однотонный материал. Все-таки, когда изделие содержит очень много красивых таких элементов, как рельефные швы и прочее, хочется не перегружать это платье еще дополнительными, какими-то яркими, пестрыми принтами. Такое платье можно отшить в дениме, в джинсе. Обязательно возьмите стрейчевую джинсу. И можно также сделать красивую отстрочку по рельефным швам. Молнию можно ставить металлическую, и получится отличный джинсовый сарафан. Также можно использовать лен, можно использовать хлопок, сорочечную какую-то ткань. Мне кажется, это изделие идеально, если вы любите какие-то футляровидные фасоны, полуприлегающие силуэты. Мне кажется, что это платье будет актуально и в рабочей среде, и также будет актуально в прогулочном варианте. Получится отличный летний сарафан, если исполнить его из какой-то более яркой ткани. Например, можно использовать красивые оттенки, которые рекомендуют Pantone. Например, оттенок бархатцев. Очень мне нравятся в последнее время оранжевые такие цвета и оттенки. Из шерценной пальтовой ткани, твида или ладена, можно сделать жакет в стиле casual по похожей выкройке, как и это платье. Здесь тоже есть цельнокройная пата, застежка на молнию, красивые рельефные швы, а также манжеты. Обратите внимание, что жакет достаточно узкий, поэтому используйте материалы для удобства, которые немножко имеет эластан в своем составе у ткани. Все-таки изделие, которое предполагается, что внутрь что-то еще будет пододеваться, блузка или платье или еще что-либо, предполагает, что у вас есть некоторая свобода в изделии. Очень симпатично подобрана ткань именно в этом варианте. Мне нравятся такие клетчатые пальтовые ткани, что-то типа твида. Также я думаю, что можно исполнить эту куртку в эко-коже с эластаном. Жакет в таком случае получится похож на кожаную куртку в более классическом варианте, но тем не менее с ноткой дерзости. Также можно исполнить в какой-то классической костюмной ткани. Единственное, конечно, не знаю, как будет смотреться наглухо застегнутая застежка, застежка застегнутая в этом жакете, потому как обычно в жакетах это смотрится немножко не очень хорошо в плане комбинирования с другими изделиями. Поэтому как курточку, наверное, да, а как жакет нужно смотреть именно в застегнутом варианте, поэтому можно отшить макет и посмотреть, нравится ли вам, когда у вас полностью застегнут изделия и нужно что-то еще вниз. Есть также модель брюк, заужена немного книзу, 40 сантиметров ширина брючная внизу у этих брюк. А также они тоже, как предыдущие брюки, посажены на 2 сантиметра выше талии. Но обратите внимание, что у них опущена линия сидения, поэтому это не классические брюки. То есть вот эта вот мерка между от пупка и до копчика, она будет опущена, если вы понимаете, о чем я. И на модели тоже это хорошо заметно. Брюки не сидят вплотную на бедрах и на попе. Они как мам джинс, но предлагается использовать брючные ткани. Но даже по техническому рисунку видно, что это очень хорошая основа для именно джинс. Поэтому я бы использовала эту выкройку в качестве выкройки для джинсов. Все-таки эта посадка больше выглядит как для джинс и джинсовой ткани. Достаточно интересный и простой в пошиве жакет из вязаного полотна, укороченный, с укороченными также рукавами, с интересной планкой, отстрочкой. Очень похож жакет на блузку, которая уже появлялась ранее. Надеюсь, здесь на свободу облегания даны больше прибавки. Очень нравится выбор ткани в журнале, который использовали и для пошива стандартного размера, и для размера плюс сайз. Как красиво поиграли с рисунком, с расположением деталей на кличетой ткани. Также мы видим на стандартном размере, что можно использовать другого цвета ткань и тоже обыграть этот жакет с помощью таких вот интересных элементов. Жакет застегивается на крючок, поэтому, скорее всего, лучше использовать его и делать его из более каких-то тонких материалов. Он все-таки предназначен для более теплого времени и носить его лучше расстегнутым, поэтому учитывайте это при выборе ткани. Пальто из двухсторонней ткани LODEN для девочки и для мамы. Пальто сшито без подкладки, поэтому очень грубо выглядит обработка не из-за изделия, не из-за рукава. Выглядит обработка у низа изделия грубовато. Хорошо, что в отдельных частях используются трикотажные манжеты. И, в принципе, скорее всего, изделие быстро выйдет из строя, потому что LODEN ткань, которая очень быстро испортится в районе локтей, в районе сгибов изделия, там, где очень часто происходит трение. Ткань может дать раздвижку нитей и также она может очень быстро выйти из строя и стончиться. Поэтому очень аккуратно я использую LODEN. И, скорее всего, я бы поставила здесь подкладку, потому что LODEN все-таки требует уплотнения в качестве дублярина. Обязательно проклеить LODEN. И также поставить подкладку, чтобы подкладка защищала швы и нагрузка была основная именно на подкладку. Но вот как модель на техническом рисунке, мне изделие нравится. Его можно отшить, мне кажется, в варианте дубленки. Если здесь дана технология пошива без использования подкладки, в таком случае дубленку можно использовать и можно обработать срезы с помощью меховой части, которая находится, собственно, на изнанке. Мне кажется, в таком варианте будет более удачно смотреться это изделие. Также, если использовать пальтовую ткань и все-таки выкроить подкладку и обработать все подкладкой, будет отличное пальто прямого, спокойного кроя. Я такие изделия люблю. Мне нравятся простые силуэты верхней одежды, которые можно со многими вещами сочетать. Их очень удобно носить. И с джинсами, и с платьями они всегда будут актуально смотреться. Также интересно, что в этой модели разрезы шлицы сзади изделия даны не в среднем шве по спинке, а в боковых рельефных швах. Тоже очень интересно посмотреть на эту обработку. Молочная блузка топ укороченная с складкой по горловине. Также складка эта служит примычкой для бантика. Я бы бантик, наверное, не использовала в этом варианте блузки. Блузку предлагаю зашить и из блузочной ткани простой, и из трикотажного материала. Если не смотреть на бантик, то хорошая, красивая блузка, базовая тоже, носибельная, хорошо впишется в любой гардероб. Фасон блузки позволяет удлинить ее и получить платье а-силуэта. Блузку можно удлинить до длины мини, и получится отличное платье в Baby Doll Style. Можно использовать сорочечные ткани, более стоячие, и в таком варианте носить с кедами, например. Платье будет нарочито таким стоячим. Кстати, вот в этом плане можно использовать и бантик другого цвета, если вы хотите именно подчеркнуть вот этот вот Baby Doll Style. Отличный сарафан на лето получится, с интересным элементом, но одновременно несложный в пошиве. Также для новичка отличный вариант, чтобы шить себе летнее платье сарафан. Ну или блузку, как в варианте из журнала. Юбка Макси с подрезами, из летящей ткани. Если вам надоели, кстати, блузки обтекаемые с расширением ГД внизу, и вы хотите что-то более такое легкое, воздушное, пышное, то такая юбка отлично впишется в ваш гардероб. Юбка лежит достаточно плотно по бедрам, а далее расширяется с помощью вот этих клиньев, которые вставлены в подрезы. Мы видим на девушке, что изделие красиво смотрится с сапогами, которые уходят внутрь, то есть такой тоже тренд. Также я думаю, что будет хорошо сочетаться с сандалями, возможно, на какой-то платформе, или, например, с кедами. В более таком варианте casual, когда вы надеваете футболку или какой-то кроп-топ, такая юбка будет тоже хорошо смотреться с такими изделиями. Можно выбрать однотонную ткань, какую-то яркую, летнюю, красивую, и использовать как акцентную юбку, и сочетать ее с простыми плечевыми изделиями, такие как топы, футболки, рубашки однотонного цвета, и тогда подбирать простую обувь. Также есть достаточно простая выкройка футболки с V-образным вырезом, она сшита из трикотажной ткани. Можно использовать выкройку в качестве базы для пошива футболок. Можно менять вырез горловины, а можно его оставить на самом деле таким V-образным, потому что очень много выкройек именно с круглой горловиной у футболок, а вот здесь используются именно V-образные. Мне кажется, в этом есть некоторый шарм этой выкройки. И футболка очень хорошего силуэта, она не объемная чересчур, и она не сильно прилегающая, она прямого кроя, у нее хороший длинный рукав. В принципе, получится хорошая базовая вещь по этой выкройке. Брюки клеш с завышенной талией предлагают шить из денима. Получатся отличные модные джинсы, именно с раскрешением от коленки. Сейчас это очень модно, это такой свежий-свежий тренд, который еще не подхватили в России, но я думаю, что скоро подхватят. Поэтому можно быть на шаг впереди и отшить себе такие джинсы из красивого какого-нибудь денима. Можно использовать белую джинсу и отшить себе классные белые джинсы, и сочетать это изделие с различными красивыми тоже блузками или с рубашками. Мне кажется, будет это очень актуально и с обувью в мюле, и с сандалями, и с кедами. Мне кажется, получится очень красивая вещь, учитывая, что здесь есть необычные узлы в виде накладных карманов, которые имеют многочисленную отстрочку. Конечно, это будет шиться не очень быстро, изделие выглядит достаточно сложно, но тем не менее, я думаю, если все будет идти хорошо, и все хорошо у вас получится сшить, то изделие будет выглядеть супер дорого и классно. Хочу заметить, что на отшитом варианте брюки не смотрятся так сильно расклешенные от коленки, как, например, на техническом рисунке. И в качестве именно выкройки для джинс, скорее всего, мне придется купить этот журнал, потому что вот эта выкройка мне понравилась, и выкройка дрикотажного топа мне тоже понравилась. А когда мне нравится более двух выкройек, ну или хотя бы две, я предпочитаю им накупить журнал, потому как это, во-первых, выгоднее, во-вторых, я ненавижу склеивать выкройки, особенно выкройки больших изделий, я не люблю склеивать. Платье колокол можно рассмотреть и на размере плюс, и на обычном, стандартном размере. В рельефных швах находятся карманы, также есть специальная планочка для кулиски по линии горловины, что мне в этом изделии категорически не нравятся. Мне не нравятся широкие горловины. Мне кажется, что особенно они не подходят размерам плюс сайз, создают более массивный верх и как-то устаревают изделия. Но если сделать горловину более аккуратной или, например, даже сделать воротничок какой-то, то это платье отлично подойдет, опять же, в стиле такой бэби-долл. Отлично подойдет и простым девчонкам, и беременным, мне кажется, тоже будет хорошо. И размеры плюс. Платье будет универсальное, часто тянуться к нему рука, оно очень носибельно. И с классической обувью, и с кедами будет смотреться очень интересно. Мужские спортивные трикотажные брюки с подрезными карманами, застегивающимися на молнию. Опять же, для моего вкуса изделие очень сильно прилегающее, поэтому они мне никак не нравятся, эти брюки. Я предпочту взять выкройки более свободных брюк от Вики Соус или от Грассер. Брюки из бурды на мужчинах почему-то смотрятся очень сильно узкими, поэтому я такие выкройки не люблю, но на любителя. Очень красивое платье с запахом и драпировкой, с пряжкой, отшитое в варианте стандартного размера и также для размера плюс сайс, и выглядит великолепно и на той, и на той фигуре. Очень красиво подчеркивает линию декольта и В-образный вырез, и также очень изящно смотрится сзади из-за талевых выточек, которые делают силуэт более прилегающим сзади. Но, тем не менее, вот эта драпировка, она скрасит практически любую фигуру. Я думаю, что с ней не будет видно каких-то ваших особенностей, там, животик или еще что-то. Идеальная выкройка для какого-то вечернего образа, вечернего платья. Я его вижу также в сияющем каком-то люрексе. Очень красивый рукав. Обратите внимание, тоже здесь сочетается много трендов на красивый рукав фонарик, на драпировку. С помощью пряжки вы можете регулировать затяжение, делать платье более приталенным, либо более расслабленным. Предлагается использовать атлас. Если вы будете использовать именно его, то это тоже определенный тренд на блестящие эти ткани. Драпировка будет смотреться еще более красивой и такой глубокой, играть оттенками. Не знаю, как преобразить такое платье в повседневную жизнь. Я его вижу исключительно в каком-то вечернем варианте с босоножками. Но на самом деле вот на модели плюс выглядит изделие в таком варианте ткани более носибельно в обычной жизни. Наверное, стоит выбрать какие-то неяркие тона, чтобы носить в обычной жизни. Но, скорее всего, я бы шила это платье именно на праздник. Юбка из Данима с асимметричной строчкой по переду изделия и по заднему полотнищу юбки. Накладные карманы точно такие же карманы, как и в джинсах клеш с отстрочкой. Сзади отстрочка тоже у карманов. Классическая юбка для того, чтобы шить ее из Данима и отстрочить контрастными нитками. Если вам надоели классические юбки-карандаш или если в летний образ офисного работника нужно что-то вписать, интересную юбку, я думаю, что это как раз тот вариант юбки-карандаш, который вам нужен. Блузка на широком поясе с рукавом реглан, вот именно то, что я имела в виду, то есть можно из этой выкройки сделать уже какие-то другие варианты блузок и платьев. Мне не очень нравится вот эта, приточняя манжета внизу, планка, из которой сходит кулиска с бантиком. Мне кажется, что это лишний элемент детали. Я, конечно, понимаю, что нужно как-то разбавить эту блузку, но мне кажется, что можно использовать какие-то интересные принтованные блузочные ткани. Здесь предлагается сшить из именно блузочных тканей, это не трикотажные изделия. И, опять же, повторю, это отличная база для любых изделий с рукавом реглан. Юбка с отрезными пышными боковыми кокетками. Изделие, конечно, с достаточно интересной идеей, но воплощения в журнале никакое. Возможно, было бы хорошо смотрелось в сорочном варианте ткани, но я даже не знаю. Мне кажется, что это на очень какие-то супериндивидуальные фигуры, потому что все-таки такие подрезы массивные вряд ли кому вообще подойдут. Поэтому неоднозначная юбка. Напишите свое мнение, как вам она, потому что я даже не знаю, как спасти эту юбку и какой материал использовать, чтобы ее можно было как-то вписать в гардероб. Мне она совершенно не понравилась. Трикотажный джемпер с рельефными швами, с карманами, с листочкой. Тоже очень странная модель. Возможно, без карманов она мне понравилась бы больше. Опять же, здесь очень широкий такой лодочковидный вырез горловины, который тоже не очень красиво смотрится даже на модели, а на чуть более других фигурах может смотреться просто ужасно. Поэтому я бы рекомендовала использовать более узкий вырез. В горловине можно использовать вот эти рельефные швы. например, в них можно вставлять молнию, если вы кормящая мама. И это отличная база для именно таких вариантов джемпера. Но использовать вот такие карманы это очень странно. Мне кажется, в этом изделии они абсолютно все испортили. Весь вид этого изделия. В принципе, да, как база можно как-то его интересно обыграть и даже в платье удлинить. но не использовать категорично вот эти карманы. И завершаем трикотажным платьем с V-образным вырезом. Платье A-образного силуэта с отрезной линией по низу и color-блоком. Мне нравится это платье на размере плюс-сайз. Очень красиво подобрана ткань, молочная с горчичной. И также кеды классно сочетаются с этим платьем. Платье простое в пошиве и также подойдет новичкам. Я думаю, что оно будет очень носибельным в вашем гардеробе, потому что такие изделия чаще всего хочется носить летом, более простые, его легко надеть, в нем не жарко. Оно отлично скрывает недостатки у любой фигуры. Можно также шить из однотонных вариантов ткани, то есть без color-блока, тогда будет более такое простое повседневное платье. И опять же я бы носила его с кедами и например сандалями. Ну что ж, очередной обзор подошел к концу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, а также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой швейный инстаграм, и все ссылочки вы найдете в описании. Ну а мы увидимся с вами очень скоро. Я всех целую и всем пока-пока!